Всем привет! 20 ноября 1861 года Матильда Шаур, 19-летняя мастерица, при изготовлении искусственных цветов умерла от внезапного травления. Когда-то здоровая, красивая девушка, она вместе с сотней других работниц трудилась в мастерской господина Бержерона в Лондоне. Матильда делала искусственные цветы, покрывая их порошком красивого зеленого цвета, которое она вдыхала с каждым глотком воздуха и съедала со своих пальцев во время каждого приема пищи. Великолепный оттенок этого зеленого пигмента для окрашивания платьев и аксессуаров для волос получали смешивая медь и высокотоксичную окись мышьяка. Сегодня я расскажу вам об убийственном изумрудно-зеленом цвете, в котором красили платья женщины викторианской эпохи и к чему это привело. А вы, пожалуйста, не забывайте подписываться, так это видео увидит большее количество людей. Человеку всегда хотелось ярких красок. Видя их в природе, он хотел воссоздать их и для своего быта. Какими-то цветами это получалось, но некоторые цвета было чрезвычайно сложно получить из природных красителей, пока на помощь человеку не пришла химия. Самый распространенный цвет на земле – зеленый. Практически у всех культур этот цвет связан с ростом, с жизнью, развитием, творчеством и материальным благополучием. При том, что в природе этого цвета очень много, сделать качественно зеленой красить люди не могли вплоть до XIX века. Страстная жажда зелени, пусть даже и химически синтезированной, была частью поклонения природе, свойственного эпохи романтизма. В период растущей индустриализации и преобладания в городах серого, коричневого и черного цветов оттенки зеленого служили освежающим контрастом, привносившим в города вольный воздух. И вот в 1775 году, исследуя мышьяк, шведский ученый Карл Вильгельм Шейле получил гидроарсенит меди – неорганическое соединение мышьяка и меди, обладающее зеленым цветом с легким гороховым оттенком. Шейле вылил смесь калия и белого мышьяка в раствор медного купороса и тем самым создал прекрасный оттенок зеленого, который назвали зеленью Шейле. Он быстро понял, что находка имеет большой коммерческий потенциал на рынке, где остро не хватает зеленых красителей. Зелень Шейле сразу попала в производство и вызвала повальные увлечения. Ею красили ткани, бумагу, искусственные цветы, одежду, использовали для печати обоев, изготовления художественных красок и даже конфет. Вообще Карл Шейле очень много сделал для химии. Ученый из шведского Гетеборга он впервые синтезировал хлор, глицерин, перманганат, калий или марганцовку, серную кислоту, сероводород, а также впервые выделил чистый кислород из воздуха. Многие соединения и элементы, которые он использовал для своих экспериментов, были изначально опасны, в особенности тяжелые металлы. Но в эпоху, когда еще не существовало методов химической идентификации, химики и Шейле в том числе проверяли на запах и вкус все новые вещества, которые они открывали. В итоге совокупное воздействие мышьяка, ртути и свинца сказалось на его здоровье и в 1786 году он умер в возрасте 44 лет. Пытаясь улучшить зелень Шейле, баварские химики из Швайнфурта Вильгельм Затлер и Фридрих Руссо в 1814 году изобрели более насыщенный оттенок изумрудно-зеленого пигмента или знаменитую парижскую или швайнфуртскую зелень. Они хотели получить более стойкий и менее подверженный по темнению краситель путем соединения ацетата меди и триоксида мышьяка. Кстати, его цвет очень близок к тому, который понтон назвали одним из цветов сезона 2022-2023 годов. Назывался он Амазон 186024. Ну и конечно парижская зелень была ничуть не менее токсична, чем зелень Шейле. Краситель получился очень дешевым и прибыльным, так как он точно имитировал оттенки, встречающиеся в природе. Это был растительный зеленый цвет папоротника или зеленого сада. Изумруд обрел бешеную популярность во всех странах Европы и Скандинавии. Зелень Шейле использовалась для окрашивания набивных тканей, обоев, бумаги, платьяных тканей, хлопка и льна, искусственных цветов, балдахинов для кровати, мебельных тканей. Краситель даже добавляли в еду, красили конфетки и детские игрушки. Это были яркие, но смертоносные краски с мышьяком, перед которыми не могли устоять покупатели. Яркий зеленый цвет наносили на холсты известные безымянные художники. В начале 1800-х годов Уильям Тернер пользовался оригинальной формулой Шейле, а картина Георга Керстинга «Вышивальщица у окна» в 1811 год – настоящая ода зелени Шейле. Этим цветом светятся стены, зеленеет обивка стула, зеленые блики легли на платье женщины, склонившейся над пяльцами, а вышивает она зеленые шелковые нитки. К моменту, когда художник писал эту картину, зеленый уже почти три десятилетия не выходил из моды. Обои, окрашенные зеленью Шейле, украшали в Британии стены домов, отелей, вокзалов и больниц и исчислялись сотнями квадратных ниток. Самые популярные зеленые обои с растительным орнаментом создавались художником-декоратором Уильямом Моррисом. Фабрика Моррис энд Коу, кстати, до сих пор выпускает обои по мотивам художника. Но они уже, конечно, без мышьяка. Ученые, кстати, долгое время не могли установить причину смерти Наполеона Бонапарта. Сначала причиной его смерти считали рак желудка. Но в 20 веке исследовали образец его волос и обнаружили превышение содержания мышьяка от 4 до 65 раз. Стены же его комнаты на острове Святой Елены, где он отбывал ссылку, были оклеены теми самыми обоями, окрашенными зеленью Шейле. Содержание мышьяка в этих обоях составляло 120 мг на квадратный метр. Но это всего лишь одна из версий кончины бывшего императора. Большинство светских дам выбирало для своих нарядов ткани зеленого цвета. Ведь он так красиво переливался при ярком свете свечей на балах. Наиболее модным этот цвет стал во Франции, поэтому он и получил название «Парижская зелень». Женщины с ног до головы украшали себя зелеными аксессуарами – платья, шали, веера, перчатки, ленты и чепчики. Особо опасны были зеленые бумажные цветы, которые использовались для украшения платья, потому что бумажные изделия содержали гораздо больше мышьяка, чем ткани. Ярким образцом таких изделий может служить французский венок, который хранится в Бостонском музее изящных искусств. Чулки вызывали еще больше проблем для здоровья, так как платья все-таки надевали на нижнее белье, а чулки прямо на кожу. Представленные на фото экземпляры модной обуви демонстрируют широкую палитру зеленых оттенков, хоть нежно-пастельного, до насыщенного зеленого, сияющего, как изумного. Их также получали благодаря использованию в качестве красителя зелени шейле. Вот акварельный портрет королевы Виктории 1855 года, который демонстрирует государыню, одетую в блистательное изумрудно-зеленое бальное платье на пике моды. 36-летняя королева позировала саму любимую придворному художнику Францу Ксаверу Винтерхальтеру, мастеру светского и придворного портрета. В 1863 году годовой объем производства зелени шейле был равен 700 тонн. Никому тогда и в голову не могло прийти, что недомогание парижских модниц, обмороки на балах, тошнота, кожные высыпания связаны с изумительным ярко-зеленым цветом их нарядов. Шейле, кстати, с самого начала знал, что его пигмент ядовит. Он упомянул об этом в письме своему другу в 1777 году, как говорят архивы. Еще его очень беспокоило, что кто-то другой может приписать его открытие себе и получить всю славу и деньги. Вскоре его изобретение стало собирать свою страшную жатву. Жертвами смертельно красивого зеленого цвета становились молодые крепкие люди, не имевшие проблем со здоровьем. Они не знали, что модные бледно-зеленые муслиновые ткани содержали около 4,5 грамм мышьяка на квадратный метр, а количество яда, содержащегося в 40 квадратных сантиметров обоев, было достаточно, чтобы отравить насмерть двоих взрослых. На платье же в викторианскую эпоху ходило примерно 44 метра ткани, а значит 200 грамм мышьяка. Это для бледно-зеленого, а для ярко-зеленого еще больше. Красители на основе мышьяка наносили вред рукам и через перчатки. Так, в 1871 году дама, купившая коробку зеленых перчаток в магазине уважаемой фирмы, страдала от многочисленных ядств на коже вокруг ногтей до тех пор, пока в перчатках не обнаружили соли мышьяка. Особо уязвимы были красильщики ткани. Изумрудно-зеленую пасту рабочие гумлами руками втирали в ткань, а затем фиксировали с помощью крахмального раствора или клея. Далее рабочие растягивали ткань для просушки на деревянных рамах, накалывая на торчащие по периметру гвозди, которые ранили им ладони и руки, и яд проникал через них прямо в кровь. В 1859 году в Париже было 900 оптовых и розничных магазинов искусственных цветов. Инструкция предписывает изготовительности цветов самой перетирать и смешивать пигменты при помощи ступки и пестика. Кроме того, ей следует запастись легкой и тонкой тактой изумрудно-зеленого цвета для создания листьев и тремя оттенками зеленой бумаги. Возникает вопрос, почему до самого конца 1850-х годов, то есть в 80 лет, несмотря на поступающую информацию о многочисленных отравлениях и проблем со здоровьем, зеленые одежды, украшения предмета интерьера с мышьяком продолжали использовать? Ну, скорее всего, причиной тому было ее величество мода. Смертоносные зеленые платья и украшения были крайне популярны среди покупателей до тех пор, пока их воздействие на организм стало нельзя больше игнорировать. Серьезно посмотрели на эту проблему только после смерти Матильды Шаура. Болезнь ее протекала крайне тяжело. Девушку тошнило, рвота была окрашена в зеленый цвет, белки глаз тоже позеленели, ногти мастерицы окрасились в ярко-зеленый цвет, а вскрытие показало, что мышьяк проник в желудок, печень и легкие девушки. За дело Шаура взялись сразу несколько благотворительных организаций, включая аристократок из Дамской санитарной ассоциации. Благотворительницы опубликовали шокирующий рассказ о полуодетых и полуголодных маленьких девочках, собирающих в мастерсках искусственные цветы в букетах. Они видели их с повязками на руках из-за какой-то кожной болезни. Дамская санитарная ассоциация заказала доктору Августу Вильгельму Гоффману, химику-аналитику с мировым именем, провести анализ искусственных листьев из женских наколок. Гоффман поделился результатами своего исследования в страницах Лондонской Таймс в статье с сенсационным заголовком «Пляска смерти». Он заключил, что мышьяком, содержащимся в одном украшении для волос, можно отравить 20 человек. Он же установил, сколько мышьяка содержится в вечернем зеленом муслиновом платье, и что за вечер с платья осыпается около 4 грамм яда, который смертельно опасен для взрослого человека. «Вообразите, сэр», — пишет он в Таймс, — «атмосферу бальной залы, в которой юбки, колышущиеся от танцев, беспрерывно распространяют ядовитый мужьяк». Спустя неделю после публикации статьи, британский медицинский журнал назвал разодетых в зеленые женщины убийственными. В викторианскую эпоху слово «килин» имело также значение привлекательным. «Фэм фаталь» — назовем чарующую владелицу такого наряда убийственным созданием. В своих юбках она несет достаточно яда, чтобы отравить толпу поклонников в полудюжине бальных зал. Статья под заголовком «Осторожно, девушки в зеленом» рекомендует отмечать женщин в зеленом алыми надписями «Опасно». Мы полагаем, что мужчина позеленеет, как платье его партнерши, если станцует польку и вальс с дамой в платье, окрашенном зеленью шеи. Спустя всего неделю после публикации в Тайм статьи Гофмана журнал «Панч» опубликовал карикатуру «Мышьяковый вальс». Посмотрите на картинку. Подпись к ней гласит «Номая пляска смерти». На картине изображен элегантно одетый мужской скелет, приглашающий даму скелет на танец. Вместо обычных цветов, закрепленных по периметру платья, его подол декорирован орнаментом из черепов и перекрещенных костей. Символ, который предупреждает читателя о том, что это платье содержит смертельный яд. В 1860-м годах, после того, как пресса в течение продолжительного времени изобличала токсичные красители в детских игрушках, сладостях и ряде других потребительских товаров, среди англичан распространился вполне понятный страх перед мышьяком и зелеными вещами вообще, который даже вызывал хромофобию, как боязнь зеленого цвета. Начались расследования, которым привлекали судмедэкспортов и лучших ученых-медиков. Так, Оуэн Рис, доктор лондонской больницы, установил причину отравления одного из своих пациентов в том, что он спал под сицевым пологом кровати, окрашенном зеленью шейли. В 1862 году доктор Генри Летеби из лондонского госпиталя, известный на всю страну судмедэкспорт по делам об отравлении и крайне педантичный химик-технолог, предложил, чтобы покупатели наносили на шатырь на любой подозрительный предмет. Если он приобретет синий цвет, в составе присутствует медь, а медь почти всегда присутствует вместе с мышьяком. Он предложил женщинам вместо привычного флакона духов носить с собой бутылочку с нашатырным спиртом для быстрого анализа. Однако выявление мышьяка в покупаемые вещи было слишком нервным занятием для светских дам, носивших с собой в то время вместо нашатыря склянки с нюхательными солями для лечения обморок. В 1861 году в Вист-Энде у каменщика Ричарда Тернера один за другим умерли трое детей. Когда захворала младшая девочка Эмили, отец был готов заплатить любые деньги для ее выздоровления. Томас Ортон, врач которого пригласили к малышке, обратил внимание на зеленую обстановку комнаты. После смерти пациентки доктор Томас Ортон опубликовал в одной из лондонских газет большую статью, которая доказала, что смерть наступила от отравления, причиной которого были модные зеленые обои в детской комнате. Статья произвела эффект разорвавшейся бомбы, хотя страшной правде даже тогда поверили немногие. Ключевую роль же в запрете использования парижской зелени сыграла опять же королева Виктория. У нее случилась фобия из-за зеленого красителя. Она приказала изъять все зеленые платья из своего гардероба, а также заменить обои и обивку мебели во дворцах и провести рейды по изъятию зеленых предметов в стране. Появление дам в изумрудных платьях на дворцовых приемах, мягко говоря, не приветствует. И ко второй половине 1860-х годов яркий изумрудно-зеленый цвет парижской зелени начинает заменять более безопасные оттенки темного и синевато-зеленого цвета, полученного без применения мышьяка. Например, в 1859 году был запатентован минеральный зеленый пигмент зелень генье или веридиан, ставший безопасной альтернативой мышьяковой зелени. Эти мрачные истории моды остались далеко в прошлом. Но вы должны помнить, что и современная жизнь полна опасностей, от которых мы не застрахованы. Мы можем только быть относительно уверены в том, что в красители для одежды сейчас не добавляют мышьяк. Однако до недавнего времени в состав отделочных препаратов для ткани добавляли формальдегид, который сейчас признан крайне вредным для здоровья. Поэтому на всякий случай баночка нашатырного спирта в кармане не помешает. Сейчас нас просто убивают другие вещи, которых не было в викторианскую эпоху. Автомобили, плохая экология, радиация и автоматические винтовки, выпускающие 800 пуль в минуту. Возможно, будущие поколения будут вспоминать наши гели для душа с микрокапсулами, так же, как мы сегодня вспомнили про зелень шейле и содрогаться. Поэтому берегите себя и близких, не забывайте подписываться. А если хотите поддержать мой канал, переходите по ссылке в описании. Всем привет! Субтитры создавал DimaTorzok